Ивановское предприятие – профессионал, молодой и перспективный игрок на рынке отечественного машиностроения. Производственные цеха располагаются на площадях бывшего завода «Ивтикмаш». Павел Коньков приехал со знакомительным визитом. Впрочем, место это губернаторскому сердцу особенно дорого. На протяжении 12 лет он являлся сотрудником «Ивтикмаша». Я вообще заводчанин по духу. Для меня посещение завода всегда поднимает настроение, вливает меня в энергию. И достаточно профессиональным взглядом вижу хорошая организация производства, уникальная продукция. Кстати говоря, то, чем был славен тогда завод. Нормальные, опытные, молодые руководители, хорошие рабочие кадры. Предприятие наращивает объемы, предприятие наращивает прибыль, что редкость в наше время. Поэтому хотелось бы просто им пожелать развиваться в дальнейшем. Компания конкурирует со всеми мировыми производителями по выпуску навесного рабочего оборудования для экскаваторов, погрузчиков и бульдозеров. Ковши, рукояти, стрелы и многое другое. Профессионал выпускает 330 единиц различной продукции в месяц. Однако, несмотря на успешность производства, средняя заработная плата сотрудников не самая завидная – 16 тысяч рублей. Возможно, именно поэтому молодые люди не стремятся изготавливать ковши. Средний возраст, можно пройтись, посмотреть, составляет более 40 лет. Это что касается саночников, фрезеровщиков, токарей. Непосредственно молодых специалистов очень мало, потому что на сегодняшний день многие предприятия, которые готовили это училище, техникумы, к сожалению, перестали готовить специалистов такого профиля, а сейчас люди в основном заканчивают 11 классов и идут уже в институты. Кто заканчивает институты, они не хотят быть рабочими. Предприятия планируют развиваться и дальше, а это значит, появятся новые рабочие места и, скорее всего, вырастет зарплата. Выход только в одном – тесное сотрудничество производств вместе с училищами под патронажем и при помощи правительства области. Такая работа уже начата, я думаю, что мы этот завод к этой ситуации подключим, потому что у нас есть сегодня учебные заведения, которые способны подготовить людей рабочих такой высокой квалификации. В ближайших планах запустить еще два цеха, а это около 200 новых рабочих мест. Удастся ли правительству утолить кадровый голод машиностроителей, пока до конца не ясно.